это я уже у себя и у себя а у себя в этом подбирал фотографии у себя в архиве вот видели я так не делал я вам сотни раз показывал и оставляю эти веточки как и называется но сейчас увидим в общем вы поняли вот эта рана привела к чему а темирязевки помните заставили четыре мощные ветки на кольцо вот и несчастной груши женщину отпилить помните никогда вам это не прочит та фотография когда-то все это попадет в учебники уже третий учебник вот-вот будет выпущен скиньтесь еще денег надо на эту тем более за полцена купить вот я вас опять отправляют оценка уже стыдно лишний раз показывать эту рекламу его данные кто надо найдет ко мне обратиться вот и когда-то вот эта фотография где женщина сказала как ускорить плодоношение груша седьмой год не плодоносит и уже видно было что ей плохо этой груши но там детали сейчас не буду вам говорить но отрезать нижние четыре скелетные ветки не положено и все вот теперь отрежем их одна из них занимала ровно пол дерева семилетнего дерева такого пол дерева на вот и не подумавши ничего и вот ведь я вообще просил вас отзовитесь я тоже сменю гнев на милость я представляю собой миллион армию садоводов любителей которых вы учите вытяжать деревья уж такая привела к тому же а а ваши четыре эти страшные раны вот это а пять веток отрезать из восьми это другая специалистка вот а потом думаю господи они сели думал это и сами люди изобретают друг другу передают дебильные советую но нет доктора кандидаты ну как вы это а это смотрите внимательно это сосед еще раз вот это отрезается позже или зову подрезался подряд вот это пожелеза вы видите них никаких нет сразу вот целиком глядите вот здесь нарушена сокодвижение естественно дерево начало замерзать вот тут замерзает замерзает замерзла рано целиком не надо за под лицом она будет больше а здесь когда с наплывчиком она зарастет вот какие же я им показываю смотрите как она заросла она ведь живем то в сибири думать то надо что в сибири это жаркое лето на зима то сорокоградостно и она вся обмерзла вот этим надо думать вот здесь не обмерзла здесь не обмерзла может быть эта ветка целая живая еще бы и это что в него пьют что именно через рано на кольцо прошла вот эта страшная линия смерти а ну да даже думать когда совет это дает уходите узнать что есть умные люди к эти чизлы ответила юрий юрий это юрий вазим зелеза выбрать вот он взял и написал на том самом где миром 100 тысяч подписчиков он написал совету даете даете но пожалуйста покажите что потом вот она дерево вот у нас боли не листины вот она покрыта грибами вы сказали он где всегда прескать покажите потом дерево после этого листья хотя бы на другой год и вот по крайней мере это компания ну там понятно что народ это неграмотный вот и до сих пор мы гадаем с юрой с юрием железом она эти четыре ветки отрезала от груши 7 лет или нет она больше не отозвалась а вот здесь стыдно стало ведь она потом читала же там в лесу это дело в это самый поправил что вы не права не надо отрезать ветки и получил свое и тогда замолчала интересно отрезал или нет вот его зато и нашлось вот такая удивительная женщина юрий вы правы нет специалистов здесь и винет нет специалист есть блогеры которые за деньги рекламируют и всех приглашают зайти к ним на канал чтобы копеечка ему пала ладно пусть зарабатывать но ведь надо все же применять самим же эти препараты получить результат потом рекламировать вы знаете как я сейчас это самое отвлекаюсь по походу и один раз опрыскал от ли у меня дерево все листья посыпались я жёг их с тех пор даже когда вроде бы проверены вот сейчас сергей чем опрыскивает вот когда-то интервью там это такое но она уже не котируется ну допустим лотар перед этим каратэ очень сильно было вот я всегда учу так это учеба ребята слушайте развести уши опрыскиваете одно может два-три немало ценных дерево ну само собой посмотрите погибли для а ведь бывает не гибли ведь так липу не только один а лотар это просто это то что под рукой у нас то что продается а другой области может продавать совсем другое первое две крайности посмотрели на другой день запомнили развернули листики там тля попрыскали посмотрели на бровя в него не обращайте мне даже жалко те несколько которые попадают под струю и погибнут посмотрели сразу видно скукожилась почернела тля мертвая однако радость и вторая еще пару дней подождали ну ты знаешь долго нельзя скручивать убедились что деревья что листья не сожгли тогда уже десятки сотни веток опрыскиваете вот это мой совет теперь снова продолжаем Кэти Чизман ее письмо с наслаждением ладно пусть зарабатывает но ведь надо все же применять самим эти препараты получить результат а потом рекламировать и не дай бог то реальный совет даст от того накидывается и закидает камнями еще такую чушь напишет это тебя отвечали Юра это тебя закидали камнями я 7 лет в этой группе наблюдаю за их советами итог у 99% деревьев погибли вот так это человек со стороны не предзатый короче когда у дерева гниет корневая шерка я уже как бы раскрываю опять еще который раз может мне уже посылает кто-нибудь или отключился я этого не вижу не знаю но я еще раз должен сказать вот мне деревья пережили страшно холодную зиму не лето лето страшно холодное лето сплошные дожди и сырость ничего не случилось мне деревья пережили вот сейчас середина лета засуха дичайшая несколько жизненьких дождей это когда ну все хотя бы это помидоры или там эти морковку поливать не будем ночью пришел прошел дождик приезжаем сухо все на мертво уже восемь утра десять утра вот такое это несколько а все остальные все это сушь дичайшая я жду когда абрикосы посыпятся они не сыпятся яблони не сыпятся ну выражение предельное особенно у тех которые корни покороче покороче корни у яблони у слив у этих вишен но при корневых отводках вот и у это абрикосов и груш и вообще бояться нечего и такие корни вот это раз потом что я хотел сказать две крайности прошли прошли вот еще пока сбывается но потом на меня единство пальцев будут показывать а где ваши сто сто двадцать грамм абрикосы вот ну смотрю наливаются зубы жал несколько деревьев главных которые это самое полил остальные не поливал мне нужно сравнить полито не полито я экспериментатор я сразу говорю да сейчас полил а те годы как я говорил помните нормальные годы то есть да что нет ни одного полива я гну пальцы я вот такой в этом году я просто провожу эксперимент как политое деревья перенесли засуху страшную засуху почти что это пустыня каракулы и деревья не политое все давайте теперь смотреть дальше пишите и ведь все нет все и вот все мы все Субтитры создавал DimaTorzok